ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно я не упустил видео, связано это с большими проблемами с аккаунтом, но все уже решилось. Привет, привет! Сегодня я решил собрать вот этот простенький двигатель. Поплавковый что ли, работающий на сжатом воздухе. На просторах интернета он выглядит очень красиво и как будто бы работает. Но я сомневаюсь, что у него КПД больше единицы. Можно было, конечно, это математически просчитать. Применив закон Охимеда, написанный более 2000 лет назад. Но мне же хочется все потрогать. Насколько он сильный? Как это все выглядит? Работает ли вообще хоть что-нибудь? А давайте попробуем! Чертеж на листке я не буду рисовать вам. В интернете есть полно вся различных набросков. Перейду сразу к 3D моделированию. Например, зубчатые колеса или что-то посложнее. Я использую всем известный Solidworks. Но если что попроще, то вот в этой легкой программулине от фирмы Autodesk. Она бесплатная и очень простенькая. В отличие от Solidworks. Который стоит ну очень прилично. И без крякнутой версии тут не обойтись. У меня уже есть две отличных машины. Большая и маленькая. С помощью которых я преобразовываю свои мысли в эти реальные объекты. Но сегодня печатать много. Мне нужно что-то скоростное и оно у меня есть. Компания KingRune решила поделиться со мной всей выпускающей линейкой своих классных 3D станков. И не для обзора, которые конечно же я вам не буду показывать. А для того, чтобы я испытывал их на моих будущих самоделках. И всяких вторичных полимеров, которые вы видели в моих прошлых видео. Да, эта модель принтера кардинально отличается от предыдущих версий. Собирал я ее ни разу не заглянув в инструкцию. Но зачем? Так же интереснее. У принтера очень жесткая рама и отсутствие драгостола. На моем взгляд на таком станке можно увеличить скорость в 2-3 раза. Сегодня я не буду печатать самодельным филаментом. Потому что компания KingRune прислала мне еще и катушку собственного изготовления. Так что воспользуюсь этим подарочком, потому что печатать очень много. Как я и говорил, попробую увеличить скорость. Для этого конечно я подниму температуру сопла. Потому что скорость подачи филамента увеличится и возможно что пластик не будет успевать расплавляться. А ты как думаешь правильно ли я делаю? Пиши давай буквы под видео. Вся эта конструкция будет работать в воде. Так что мне пришла мысль впечатать в стойки пластмассовые подшипники. Десять лет назад мне бы даже в голову такое не пришло. Я до сих пор удивляюсь технологиям нашего времени. Что же интересно будет лет через пять? Как я и говорил, произвести детали придется очень много. Я и решил позвать на помощь младшего брата KingRune. А вот такой тип станка я думаю должен иметь каждый самодельщик. Это маленький юркий с дилет экструдером. Незаменимый помощник. Так что присмотреть к такой модели. Если не хочешь лобзиком пилить свои задуманные самоделки. Посмотреть ценник со скидкой на эти машины ты можешь у меня в описании перейдя по ссылочке. Печатая воздушные баки я конечно немного прокосячил. Представляю как сейчас опытные юзеры 3d принтеров матерятся на монитор размахивая руками. Но в общем печатал я очень долго и нудно. Потому что ну не сразу все получается. Конечно же были некоторые ошибки в 3d моделировании. И детали просто не стыковались друг другу. Не знаю как их правильно назвать. Будем называть их конвейерными колесами. Перепечатал я их 5 раз. Конечно же все бракованные детали я измельчу. Пропущу через свой китайский экструдер. И напечатаю что-нибудь повторно. Тем самым полимер не поедет на свалку. Загрязнять нашу красивую планету. Вот столько я напечатал запчастей на этом станке. И что самое главное в несколько раз быстрее. Кстати в комплекте еще идут стенки. Чтобы закрыть по периметру. Скажем так термостабилизация. Ну или термокамеру можно сделать. Только надо будет доработать. Кстати о камере. Мне же нужна какая-то емкость. Катерина! Про моих стасиков ты наверно тоже уже видел залипушку. Эх придется их временно переселить. С комфортабельного коттеджа в однушку. Вон они как шипят. Недовольны? Возмущаются? Все это на печатной принтабуде. Надо скрепить большим количеством нестандартных шурупов. Сейчас покажу где их можно взять. Вся эта партия уже никому не нужных. ВХС кассет скоро поедет на помойку. Это всего лишь мусор, с которого еще хоть что-то можно поиметь. Если кто-то захочет посмотреть как я печатал с пленки от этих кассет, оставлю ссылочку сверху. Не знаю что вам прокомментировать в данном куске видео. Сборка как сборка. Органическое стекло я взял со старого ЖК монитора. Ну в общем то все остальное предлагаю посмотреть без моего комментария. Послушав вот эту прекрасную музычку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось собрать воздушные баки. Хотя что я говорю осталось, еще столько нужно сделать. Это оказалось очень муторной, долгой сборкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же тут не обойтись без матушки пэт бутылки. Этот материал я применяю почти в каждой своей самоделке. В итоге предварительно отработал, закачав туда воздух и нагрев феном, чтобы выровнять пластины. Пришлось перфорировать одну сторону, чтобы придать ребру жесткости. Скорее всего надо было сделать болванку, как я делал для боксов по сбору электронных сигарет, чтобы формовать уже готовую модуль. Избегая 3D печать, не так ли? Каждый так называемый воздушный бак мне пришлось примерять, чтобы потом проблем не возникло. Намучился с этими бутылками, хотел уже заморозить проект. Но тут вспомнил, что у меня есть фильтры от убитых телевизоров. Эти так называемые поляризационные фильтры я вытащил из убитых матриц ЖК, на которых зарабатывал денежку. Тоже можешь посмотреть на моем канале. Все это безобразие решил скрепить. Вот такой тесьмой, если я правильно на нее обзываюсь. Очень надеюсь, что этот тип материала синтетический и не будет подвержен растягиванию. Иначе конец всему проекту. Да кстати ребятки в телеграм уже давно посмотрели эти кусочки видео и даже как вся конструкция предварительно крутилась. Так что давайте не стесняйся, переходи в телегу и подписывайся. Тем самым дав мне совет еще до того как я выпускаю видео. Да и обязательно щелкни на подписку YouTube. Монетизации в нашем сегменте YouTube нет. Так хоть своей подпиской ты покажешь, что тебе интересно и нужно ли мне снимать видео в будущем. Теперь нужно подумать что-то с подачей воздуха. Дело в том, что давление воды постоянно будет вытеснять воздух, тем самым препятствовать подаче. Тут нужен наверное какой-нибудь клапан. Да, все приходится делать из подручных материалов. Воспользуюсь боксом в котором находилась ось Z от вновь присланного принтера и медицинскими перчатками. Давление воды будет зажимать отверстие, ну и соответственно при подаче воздуха с легкостью открываться. Тем самым препятствие заливу в трубку до уравновешивания сообщающихся сосудов. Правильно сказал нет, что-то аж сам запутался. Для моей емкости мне нужны обязательно ножки и думаю что в качестве ножек отлично подойдут пробки от PET бутылок. Я не хочу клеить воздушные коммуникации в домик с тасиком. Идея пришла в голову воспользоваться магнитами от жестких дисков. Также можно будет извне регулировать место где будет выходить воздух для движения баков. Вот и дело дошло до промежуточного испытания. Сейчас надо заполнить емкость водой. Работало бы оно так все в реале, но к сожалению без вот такого компрессора... Это невозможно! А давайте попробуем намутить какой-нибудь свой насос. А вдруг что-нибудь получится! И опять я прибегну к простой программке. Здесь мне придется перенести из головы в реальность. Скажем так воздухоподающий блок. В этом случае я попробую напечатать АБС пластиком. Почему-то для некоторых это очень сложный материал. Конечно же я не буду печатать большие детали по оси Z. Так что не увижу насколько напряжение пластика сможет порвать деталь. Температура сопла 240 градусов, стола 90. В конструкции также будут использованы металлические подшипники сняты с головок от видеомагнитофонов. У меня есть несколько насосов. Попробую воспользоваться средним. Тем более качает он в обе стороны. А я об этом раньше не знал. Я уже не стал снимать как просверлил основание конструкции. И нарезал 3 миллиметровую резьбу. И так уже наверно вас подутомил. Болты у меня тоже советские. Но в облом мне покупать такой расходный материал. Такая рубрика как самозапитывающиеся механизмы. Я надеюсь продолжать ее время от времени. Так что жду от вас советов, мыслей, каких не чертежей. Только не надо мне слать. Вроде приматывание проводов к магниту. Или там например как магнитики на вентилятор выкладывают. Обязательно всегда думайте. Дополнительно поставлю еще один воздуховод. Чтобы скажем так попробовать стартануть весь этот беспредел. А вдруг запустится. Вот такая дичь получилась. Штатный насос я пока не буду зацеплять. Попробую скажем так пусковым. Вроде без нагрузки все получается отлично. Конечно тут надо поиграть с передаточным соотношением зубчатых колес. Но как обычно терпения у меня не хватило. Я зацепил на том что есть. Когда я качаю вспомогательным насосом с основной трубки тоже идет воздух. Но к сожалению этого недостаточно. Где-то что-то тут уже рядышком. Посмотрите внимательно. Насос который зацеплен в систему тоже подает воздух. Но к большому сожалению сам на себя он не может работать. Скажем так этот тест показал разочарование и победу одновременно. Теперь мы видим что эта система не работает. Хотя при правильных подсчетах мне кажется вполне возможно. В общем то автономно завести ее не удалось. Немножко не хватает воздуха. Даже иногда два оборота сама делает. Как ты считаешь? А возможно ли поставить такой аппарат на самозапитку? Может редукторное соотношение не то? Вообще я считаю что емкость очень мелкая. К сожалению не нашел емкость глубже. И пользуюсь тем что есть. На сегодня я уже остановлю этот эксперимент. И буду доделать с помощью ваших советов. Если вам вообще это будет интересно. Так что оставляй буквы под видео давай. Вообще планируется еще другой принцип работы. Это когда не воздухом будут заполняться баки. А наоборот насосом будет подниматься вода и заполнять баки. И воды здесь будет вот столько на дне. В любом случае давай пиши. А имеет ли место этот аппарат вообще работать? Огромнейшее спасибо вот этим ребятам. Которые помогают мне денежкой на мои будущие самоделки. Монетизации то нет. Вот я уже подставки под ноги себе купил. Для проекта моноколесо. А после этого орбитальное моноколесо. Сделано из гироскутера. Спасибо ребята. Но я с вами не прощаюсь. Главное не болей. И храни тебя Господь. До встречи. Так хочется чтобы эта шляпа заработала. Прям где-то я рядышком. Где-то мне кажется я рядышком. Игорь Негода. Игорь Негода.